Итак, сегодня мы с вами продолжаем знакомиться с ботаникой, пока что в зоологию мы никак уйти с вами не можем, и сегодня мы с вами приступаем к теме, которая у нас будет звучать как грибы. Ну, наверное, вы можете это понять по внешнему виду нашего сегодняшнего рабочего стола, по нашей сегодняшней презентации. Итак, грибы – это достаточно интересное у нас царство организмов, потому что грибы у нас теоретически не относятся к растениям, но при этом грибы у нас не относятся и к животным. То есть это совершенно отдельное царство как, возможно, одноклеточных, так и многоклеточных, гетеротрофных организмов. По способу питания у нас могут быть свободоживущие грибы, да, или сапротрофами, или же паразитами, да, паразитический образ жизни могут вести, то есть размножаться на каких-то животных или растениях, так же и человекке, да, при этом получая их питательные вещества из тела хозяина и чаще всего вредя своему хозяину, да, можно так сказать. Итак, давайте начинать тихонечко. Если мы будем говорить про грибы, да, у грибов есть ряд каких-то определенных свойств, которые присущи как растениям, так и животным, да, у нас поэтому говорят, что вот грибы – это вообще такое отдельное совершенно царство, которое к растениям не может относиться за счет чего? Да, за счет того, что, например, запасающее вещество растений какое? Это крахмал, то есть все растения, но в большинстве своем, да, запасают питательные вещества в виде крахмала, то есть вы помните, что в процессе фотосинтеза у нас образуется глюкоза, которая впоследствии будет преобразована в крахмал. И это особенность всех зеленых растений. У грибов в данном случае у нас полностью отсутствует фотосинтез за счет того, что у них нет пластид, за счет того, что у них фотосинтез не протекает, и поэтому какие-то питательные вещества они у нас получают другим способом. То есть не получая ее, питательные вещества с помощью энергии солнца, да, преобразуя энергию солнца, воду, углекислый газ, а получая извне. Поэтому и говорят, что у нас гетеротроф грибы. Но при этом, если мы посмотрим на грибную клетку, вы можете ее здесь увидеть у нас на экране, то грибная клетка, она в принципе схожа по внешнему виду, по строению с растительной клеткой. Только за счет того, что нет пластид, да, в основном у нас клетка внешне похожа на растительную. В чем у нас идет различие? Различие в том, что оболочка у нас нецеллюлозная, если вы помните, да, у нас у растений присутствует целлюлозная клеточная стенка, да, оболочка целлюлозная. В данном случае она у нас хитиновая. Вы уже проходите, насколько я знаю, кто-то из тех, кто у нас слушает лекции, проходит зоологию, кто-то у нас уже анатомию начинает изучать. И вы прекрасно знаете, что хитин, он присутствует в клеточной стенке у животных, да. Если вы помните, то это у нас у некоторых насекомых существует хитиновая оболочка, хитиновые там крылышки и так далее, и так далее. То есть хитин это… хитин присутствует именно у животных. Растение хитин у нас не свойственен, да, так можно сказать. Что еще хочется отметить про грибы? Запасающее вещество, как уже было сказано, это не глюкоза, не глюкоза, не крахмал. У нас у грибной клетки запасающее вещество – это гликоген. Гликоген у нас присущ животной клетке, присутствует у животных, присутствует от растений, ну, немного, да, они какие-то у них есть, ну, как это, схожие с растениями какие-то вещи, да, так скажем, что-то у нас схоже с животными. Грибы, как растения, у нас неподвижны, если только они не передвигаются на телах своих хозяев, если мы будем говорить про паразитические виды, ну, и дыхание у нас идет с помощью кислорода. Если мы будем говорить про место в пищевой цепи, то у нас грибы – это редуценты, они в большинстве своем разлагают мертвые тела животных и растений до каких-то более мелких элементов. Если вы помните, растения – это у нас продуценты, а вот именно грибы – это у нас редуценты, разлагающие, питающиеся мертвой плотью или отмершими растительными какими-то останками. Вот у нас есть, например, здесь прекрасно показаны у нас ложные лисички, ложные опята, вы можете видеть на своей картинке. Вот у нас, например, есть растения, которые как раз-таки, ну, растения, грибы, которые, простите, которые перерабатывают, например, мертвую древесину. Ну, то есть, поселяясь в достаточно старых деревьях, очень часто это пни, очень часто это поваленные деревья, которые уже сухие, уже неживые, грибница будет тихонечко выделять специализированные, да, вещества, которые будут тихонечко размягчать эту древесину. То есть, через много-много лет данное дерево, оно просто будет разваливаться в труху. Вы можете это увидеть в лесу, например, даже на примере обычных опят, которые у нас чаще всего все-таки растут на старых-старых деревьях. Либо это дерево уже умерло, это, например, пень или поваленное дерево, либо это просто само по себе дерево старое, которое уже начинает тихонечко отмирать. Итак, некоторые грибы у нас образуют плодовые тела, мы их называем также грибами. Ну, и плодовое тело у нас служит для образования спор, это если мы будем говорить с вами, например, про шляпные грибы. Если мы будем говорить про строение тела гриба, то тело гриба состоит у нас из тончайших нитей, которые мы называем гифы. У нас есть у всех видов грибов, это как шляпочные грибы или если мы будем говорить про плесневые грибы, да, гифы у нас все равно присутствуют. Гифы у нас очень глубоко проникают в субстрат, какой бы субстрат перед нами не был. И многократно, многократно, очень плотно друг с другом переплетаются. В результате чего у нас образуется такое мицелий гриба, который в простонародье мы также называем грибницей. Вот грибницы вообще в принципе сами по себе, вот этот мицелий, он не ограничен в росте. Он может разрастаться на достаточно обширной территории. И если мы, например, говорим про… особо это хорошо заметно, например, на примере плесневых грибов, потому что если плесневый гриб у нас попадает в какое-то… в какие-то благоприятные условия, например, ну, чаще всего, да, что мы с вами видим постоянно в обиходе вокруг нас, это, например, хлеб. Видите, да, вы хлеб, особенно если у нас хлеб находится в какой-то полиэтиленовом пакете завязанной, да, там у нас благоприятные условия с вами создаются. Влажно, тепло. И мицелий гриба или грибница наших плесневых грибов, да, если уж будем так говорить, она будет разрастаться на весь субстрат. То есть весь хлеб, весь батон хлеба, он рано или поздно будет покрыт вот этой вот плесенью. И самое главное, что плесень будет у нас видна не только снаружи, но и гифы данного гриба у нас будут глубоко-глубоко в как бы субстрате этого хлеба. То есть в хлебе внутри будут находиться гифы плесневых грибов. Некоторые грибы, шляпочные, да, особенно, они могут входить в определенные отношения, да, с растениями. Например, переплетаясь, внедряясь в корни растения, они образуют так называемую, до свидания, образуют так называемую микоризу, да, или грибокорень по-другому иногда его называют. То есть это такие взаимоотношения симбиотические, при которых выигрывают, в принципе, все. С одной стороны, грибница, она достаточно обширная, она огромная. Грибница увеличивает площадь впитывания влаги. Ну, то есть, как вы понимаете, грибница впитывает влагу, и через вот эту вот микоризу, да, она влагу направляет непосредственно в растение. В том время, как растения делятся с грибом питательными веществами. И, в принципе, для всех это хорошо. То есть симбиоз – это когда два организма как бы извлекают пользу, не вредя друг другу. Мы можем такие грибы видеть, например, что у нас есть подосиновики, у нас есть подберезовики, которые прекрасно у нас живут в содружестве с растением, и при этом действительно растут на какой-то определенной территории, например, под осинами, под березами. Собственно, поэтому у нас таким образом и назван данный гриб. Если мы будем с вами говорить про виды размножения, то у нас существует несколько видов размножения наших грибов. Например, у нас грибы могут размножаться вегетативно. Это что значит? Это я все вам рассказывала, я прошу прощения, я не переключала. Вот вы здесь микоризу можете видеть. Видите, непосредственно у нас мицелии просто входят в корень. То есть они все переплетаются многократно. Поэтому, кстати, иногда бывает как? Иногда бывает таким образом, что, например, у нас врастает подберезовик, и он достаточно далеко от ствола дерева, он непосредственно не под деревом растет, а где-то на отдалении. А все потому, что у нас у таких растений есть большое количество поверхностных корней, которые у нас неглубоко в почве расходятся. И, соответственно, как вы понимаете, вот там себя прекрасно чувствуют грибы, которые с этими корнями в симбиотических отношениях и находятся. Так, значит, какое у нас сходство с грибов, с животными? Да, мы уже с вами сказали, что у нас наши грибы все-таки они сходны сродни животным. Конечно, грибы – это, как мы уже сказали, неподвижные живые существа, то есть они не могут самостоятельно передвигаться. Но все-таки у них есть некоторые сходные с животными особенности. Например, это способ питания. Как животные, так и грибы у нас питаются уже готовыми органическими веществами. Они не могут самостоятельно какие-то органические вещества получать, как растения. Здесь уже у нас питание гетеротрофное. Продукт обмена веществ. Как и у животных, у нас результатом, конечным продуктом обмена веществ является мочевина. Как было уже сказано, что у нас идет хитин. Хитин в клеточной стенке. Хитин у нас вот у насекомых есть. У нас есть у членостоногих в скелете хитин. Конечно, у животных мы это проследить не можем. Мы не видим у животных, у крупных, у млекопитающих хитина нет. Но вот у насекомых хитин мы можем с вами наблюдать. Запасное вещество у нас является гликогеном. Гликоген у нас откладывается у животных и у человека, но еще и у грибов. Это наше сходное запасающее вещество. И, как я уже сказала, гликоген у нас является продуктом преобразования глюкозы. Грибы у нас делятся на высшие и на низшие грибы, если мы уж так будем говорить. Различны они по своему строению. У низших грибов, например, у нас мицелий не разделен на перегородки. Они по-другому называются неклеточные мицелии. Но и гифы вообще могут полностью отсутствовать. Вы можете видеть примеры. Это у нас здесь стригучий лишай, у нас мукор, фитофтора и так далее. К высшим растениям, к высшим грибам, простите, у нас относятся грибы, у которых достаточно хорошо развитые мицелии, разделенные перегородками. И они могут образовывать плодовые тела, если мы будем с вами говорить, например, про шляпочные грибы. И вот сюда у нас относятся всевозможные шляпочные грибы, лисички-сыроежки. В том числе сюда относятся дрожжи. Про дрожжи мы с вами отдельно поговорим. И сюда у нас относится наш знакомый, наш родной пеницилл, который мы с вами знаем и встречаем очень часто в повседневной жизни. Потому что, если вы знаете, то большинство плесени, которые у нас образуются на наших продуктах питания, в большинстве случаев у нас развивается именно пеницилл. Пеницилловая плесень. Способ размножения у нас есть вегетативное. Вегетативное – это размножение с помощью кусочков небольших мицелия, с помощью деления грибницы. В большинстве случаев вы можете видеть вегетативное наше размножение. Например, если вы выдираете грибы с крышком, одно время, длительное достаточно время, считалось, что достаточно вредно для грибницы, для вообще гриба, это выдирать вот это плодовое тело гриба с крышком. Считалось, что нужно ходить обязательно с ножиком и срезать плодовое тело гриба, для того, чтобы ни в коем случае грибницу не повредить. Вот последние у нас исследования показали, что на самом деле это не зависит от этого. Потому что грибники считали, что если вырвать гриб с корнем, то на этом месте просто грибы расти у нас не будут. Но на самом деле мы с вами знаем, что грибница у нас на достаточно огромное расстояние может быть распространена. И просто грибы будут вырастать где-то в другом месте. Мы это с вами прекрасно знаем. Ну и, например, если вы вырываете какие-то грибы, определенные с корнем, ну, с мицелием, нехорошо так говорить, но чаще всего это выглядит действительно как крышки какие-то, срезаете потом нижнюю часть ножки и куда-то в определенное место выбрасываете, то со временем на этом месте может у нас развиться грибница, например, из личного опыта. Достаточно длительное время ходили за грибами, за опятами. И срезая вот эту вот нижнюю часть ножки гриба, все-таки иногда попадались вот эти вот кусочки мицелия, попадались, и срезали нижние части ножки гриба и все время выбрасывали все время под один и тот же пень на даче. И, в общем, со временем у нас на этом пне начали расти опята, то есть это у нас были наши личные опята, да, дачные, потому что постоянно мицелий, попадая в какое-то определенное место, да, в благоприятные условия, просто там прижился и у нас развелась грибница. Далее у нас существует бесполое размножение, это оно происходит благодаря спорам, да, благодаря спороотделению. Споры у нас образуются на конце гиф, в специальных спорангиях, ну и, соответственно, вырастая, попадая в спайс, попадая куда-то в какие-то благоприятные условия, они там могут прорастать. Очень часто вы можете вот эти вот самые споры видеть, например, на плесневых грибах. Это особенно мы можем рассмотреть, потому что иногда у нас, как бывает, сначала у нас плесень где-то на каких-то участках, например, пищевых продуктов, ну я почему пищевые продукты всегда как-то привожу в пример, потому что, ну, чаще всего мы ее там замечаем. Сначала у нас может быть плесень зеленая или белая или желтая, да, в зависимости от того, какой у нас, соответственно, плесневый гриб перед нами. А потом в какой-то момент она может покрыться как будто бы небольшими такими капельками жидкости, а потом вовсе почернеть. Так вот, когда у нас плесень покрывается вот этой вот чернотой, это у нас созревают наши споры, которые впоследствии у нас осыпаются и прорастают. И на самом деле эти вот плесневые грибы, они у нас очень вредны не за счет того, что они поражают пищевой продукт, да, и мы потом можем съесть кусок хлеба с вот этим вот мицелием плесневого гриба, а тем, что у нас огромное количество грибов, вот этих плесневых, например, аспаргил, да, он у нас достаточно опасен для человека, особенно опасны его споры. Попадая в дыхательный пути, вызывает ряд всевозможных заболеваний человек, вплоть до бронхиальной астмы. Именно поэтому чаще всего бронхиальная астма возникает у человека, который живет в достаточно теплых, влажных условиях. Почему? Потому что где-то там, в таких вот условиях, в доме, в жилище, развивается плесневый гриб, человек вдыхает споры, и, соответственно, у него развиваются вот такие вот заболевания. Были всевозможные случаи, когда, переезжая на новое место жительства, в какие-то более сухие, как сказать, там, квартиры, да, дома, где не было плесени, у человека со временем вот эти вот приступы бронхиальной астмы просто проходили. То есть, как вы понимаете, это просто влияние гриба на дыхательные пути человека. Ну и плюс у нас еще есть половое размножение. Половое размножение – это когда у нас образуются антиридии и агонии. Там образуется в агониях яйцеклетка, в антиридиях у нас производятся сперматозоиды. Мы это все прекрасно знаем. У нас происходит плодотворение, образуется зигота. И у нас есть одна небольшая особенность у грибов. Это то, что у некоторых грибов сразу после образования зиготы у нас происходит зиготическая редукция. Это когда зигота у нас начинает многократно делиться миозом. Ну и образуются у нас специализированные клетки гаплоидные. Вот таким вот образом у нас размножаются, соответственно, половым процессом грибы. Если говорить про виды грибов, которые у нас существуют, вообще на самом деле это достаточно такое обширное царство грибы. Там их достаточно много различных видов. То есть здесь у нас существуют сумчатые грибы, аскомицеты. Все, прошу прощения, аскомицеты. Это сумчатые грибы. Почему называется сумчатые? А это все потому, что у них образуются такие сумки, внутри которых образуются споры. То есть споры у нас лежат не открыто, а лежат в специализированной сумке. Сюда у нас относятся множество плесневых грибов. Сюда у нас относятся сморчки, например, из таких шляпных грибов. Потом существуют у нас также базидомицеты. Это отличительная особенность. Чем у нас от аскомицетов у нас отличается у базидомицет? У нас сумки отсутствуют. И размножение происходит с помощью спор, которые мы называем базидиоспоры. И они лежат открыто, развиваются. Например, если мы будем говорить про шляпные грибы, то базидиоспоры у нас начинают размножаться, развиваться непосредственно под шляпкой гриба. И оттуда, соответственно, у нас рассыпаются. Ну а теперь самое, в принципе, интересное, что мы с вами будем сейчас обсуждать. У нас все грибы делятся вот на такие четыре класса. Можно сказать, это шляпные грибы, плесневые грибы, грибы-паразиты и дрожжевые грибы. Сейчас мы с вами постараемся про каждый вид немножечко с вами поговорить. Итак, начинаем, конечно, с паразитических грибов, с грибов-паразитов. Их огромное количество. Чаще всего большинство известных нам грибов-паразитов у нас развиваются на растениях. Но у нас существуют также и грибы, которые поражают животных, насекомых и даже человека. И мы с такими грибами, к сожалению, встречаемся часто. И встречи эти у них очень приятны. Итак, первое, что хочется сказать, это у нас спрынья ржи. Соответственно, как вы понимаете, это у нас гриб, который у нас развивается на злаковых и достаточно сильно портит урожай. Выглядит как такие черные образования. По своему строению они являются просто таким вот сгустком, переплетением гифов-гриба. Спрынья очень заразна. От таких растений старается максимально быстро избавиться, потому что способна заражать новые растения. И, в принципе, спрынья, она очень токсична и для человека. К сожалению, бывали случаи отравления человека, когда в урожай, при покосе, при сборе урожая у нас попадали вот такие вот, как это сказать, колосья злаковых. Попадая в организм человека, накапливается, то есть разово, конечно, отравиться никто не может, но накапливается в теле человека и вызывает всевозможные виды отравления. Еще интересная такая вещь, что если очень-очень-очень давно у нас компонент, по-моему, ржи, я могу ошибаться, простите, компонент ржи, использовали для того, чтобы делать краситель, чтобы краситель, краску, которую использовали в том числе и в косметологии, в том числе, ну, там, примитивной, да, какой-то, в том числе и в татуировках и так далее, вызывало легкое отравление, галлюцинации, головные боли и так далее. То есть, в принципе, грипп – это достаточно для человека ядовит. Так, далее у нас идут головневые, головневые, да, грибы. Они способны вызвать также заболевания злаковых культур, рожь, пшеница, чаще всего, конечно, кукурузу. Поражает, потому что, ну, самое, как это сказать, часто встречаемое. Внешнее заболевание у нас проявляется такими черными, как это, колосьями прожать. Вот если у нас, да, если у нас спрынья прожала просто отдельные какие-то, как это, отдельные звенья, так сказать, что сказать, в колосе, да, отдельные семена, то здесь у нас вся, весь колос будет покрыт такими черными образованиями. Ну и, соответственно, спор, вот этот, здесь будут развиваться споры, споры у нас черного цвета у наших растений. Так, далее у нас хлебная ржавчина. Поражает злаки, да, и чаще всего… Вообще, в принципе, у нас очень много грибов любят именно злаки, злаковые культуры. И внешний вид вы можете, да, увидеть, что такой желтоватый оранжевый налет действительно похож на ржавчину. Поражают очень сильно листья, за счет чего может культура погибнуть, потому что, как вы понимаете, недостаточное количество будет попадать света, будет у нас листья, стебли в налете, образовываться налет, за счет чего у нас фотосинтез будет нарушен у растения, растение будет тихонечко у нас отмирать. Далее, вот данный вид гриба вы можете видеть дома, где-то на каких-то садовых, плодовых культурах, потому что здесь мучнистая роста, она у нас не поражает какой-то определенный вид растений. То есть, если у нас, например, там спрынья поражает, да, злаковые культуры, то мучнистая роса у нас прекрасно себя чувствует на листьях большинства растения. Ну, чаще всего садоводы жалуются, что либо на розах очень часто она поселяется, либо на плодовых культурах, которые у нас особенно растут где-то в теплицах. Как вы понимаете, там определенные благоприятные условия у нас образуются, там влажно, там тепло, и себя прекрасно мучнистая роса чувствует. Особенность у нас здесь в том, что гриб у нас проникает в клетки растения и питается соками растения. Ну, и как вы понимаете, просто питательные вещества забираются именно грибом. То есть растению ничего у нас не остается, растение будет со временем погибать, если, ну, грубо говоря, никто ничего не будет предпринимать. В том числе, кстати, мучнистая роса иногда может у нас и жить на плодах. Например, ну, не на плодах, например, если мы будем говорить очень часто в магазине, вы можете встречать картофель, покрытый таким беловатым налетом. На самом деле это мучнистая роса. Такие клубни у нас есть, ну, нежелательно. Фитофтора. Значит, если мы будем говорить про фитофтора, то она у нас в основном поражает плоды. Ну, вот здесь вот чаще всего, да, мы чаще всего их видим именно на посленовых, на помидорах, на томатах. Фитофтора у нас относится к низшим грибам, и гриб у нас проникает в клетки наших надземных, ну, как бы, частей растений. Ну, и точно так же, как мучнистая роса, она питается у нас соком, ну, и приводит просто к отмиранию плодов, да, и к отмиранию самой культуры. А вот далее у нас будет с вами заболевание, которое чаще всего встречается у человека. Ну, и в зависимости от того, где данный гриб поселяется, там у нас и бывают зоны поражения. Это кандида. В простонародье заболевание называется кандидоз. Поселяется данный гриб у нас на слизистых оболочках. То есть это может быть рот. Чаще всего кандидоз бывает у маленьких деток. Когда язычок покрывается вот таким, видите, белым налетом, творожнистый налет, ну, и ребенку достаточно неудобно сосать молоко, поскольку это все вызывает дискомфорт. В частности, вот их локализация, у нас есть всевозможные там виды борьбы с данным заболеванием. То есть это, ну, грубо говоря, там всякие антибиотики или средства для местного применения, чтобы у нас просто питательные вещества гриб не получал и тихо бороться с ним, чтобы не было последствий от данного заболевания. Вообще, в принципе, у человека достаточно много всевозможных видов заболеваний, связанных с грибами. В большинстве случаев это называется у нас микозами, микоза кожи. Сюда у нас относятся и всевозможные лишаи. У нас есть розовый лишай, у нас есть стригучий лишай, у нас есть опас ясывающий лишай. Это все грибы, которые у нас поселяются на теле человека и вызывают достаточно много дискомфорта. Например, стригучий лишай, если вы помните, мы с вами говорили, это он относится к низшим грибам, вызывает, почему стригучим он называется, человека не заставляет на лосо стричься, это не из-за этого. Просто в месте локализации данного гриба у человека, но чаще всего это происходит на голове, в большинстве случаев у человека, просто выпадают волосы, получается такая проплешинка, где у нас будет жить наш лишай. Поражает не только людей, но и животных, вообще считается достаточно у нас заразным. Точно так же, как у нас есть, возможно, и розовые лишаи и так далее. На самом деле лечится достаточно легко, самое главное вовремя принять меры. Так, это все, что мы говорили с вами про паразитические грибы. Далее хотелось бы вам сказать еще про аспергил. К сожалению, простите, надо вот эту надпись убрать про паразитические грибы. Аспергил у нас чаще всего поселяется на продуктах питания. Вы можете особенно часто встречать аспергил на хлебе. Если вы знаете способ выпекания хлеба, то не мудрено, что иногда у нас могут прямо из магазина, в закрытом виде, в закрытом пакете находясь, у нас могут поражаться данным грибом. Не знаю, стоит вам рассказывать или нет про способы изготовления хлеба. Может быть, вы вообще потом хлеб перестанете есть. В общем, смысл весь в чем? Что, в принципе, если мы употребляем аспергил в пищу в незначительных количествах, он может быть человеку не опасен. То есть, если вы вдруг съели кусок хлеба, а потом заметили, что на остальном батоне у нас присутствует плесневая, вот такая пушистая плесень, плесневый гриб, от, например, от пеницилла, аспергил у нас отличается тем, что он пушистый. Вот здесь можно видеть, например, у нас белая плесень, или вот эта желтая плесень, пушистенькая такая, красивенькая. У них, как и у других плесневых грибов, опасность представляет именно споры, которые человек может вдохнуть. Про это уже вам говорилось. Аспергил, в принципе, у нас может жить и на... Ну, вообще, плесневый гриб у нас может, в принципе, жить и на почве, и на растениях, и на каких-то пищевых продуктах и так далее. То есть в этом ничего удивительного нет, лишь бы у нас была питательная среда и благоприятные условия. Все плесени любят влажность. Далее мы с вами поговорим про дрожжи. Дрожжи у нас тоже выделяются в отдельную группу, так называемую в нетоксонную группу. Эти грибы у нас одноклеточные. Они утратили мицеллярное строение в связи с переходом в... Ну как, они обитают все-таки у нас где-то в каких-то жидких или в полужидких субстратах. И обязательно здесь у нас должно быть большое количество органических веществ, которыми гриб будет питаться. У нас в дрожжах именно объединяется примерно 150... 1500 видов различных грибов. Человек использует дрожжи у нас в основном в своих целях, да, в бытовых, в каких-то... Для производства всевозможных спиртов, для производства хлеба. Имеет достаточно большое практическое значение. Все вы знаете, что у нас существуют пекарские дрожжи. Вы можете, кстати, даже в аптеке видеть так называемые пивные дрожжи, которые у нас продаются для употребления человеком, так как данные дрожжи у нас содержат очень большое количество витаминов, особенно витамина В. Ну и после выпекания в продуктах питания, в продуктах, господи, хлебопекарских продуктах у нас дрожжи погибают. Поэтому не слушайте, пожалуйста, если вам говорят такую фразу, что, мол, у нас дрожжи вредны, хлеб дрожжевой есть нельзя, потому что в них содержатся дрожжи. Дрожжей живых там нет. Дрожжи там погибли при термальной обработке, при термической обработке. И достаточно дрожжей, они, в принципе, для человека очень полезны. Большое количество всевозможных минералов. Так, а далее мы с вами поговорим про шляпочные грибы. По-другому иногда шляпные их называют, шляпочные. Значит, их мы чаще всего видим, и чаще всего грибами мы называем именно те грибы, которые у нас растут в лесах или которые мы с вами покупаем где-то там на рынках, в магазинах. То есть плесень грибами, ну, мало кто у нас называет. Так, ну, значит, здесь у нас грибы делятся на два типа. Это трубчатые и пластинчатые грибы. Да, отличается только шляпка. Это оборотная часть шляпки. У нас трубчатые, похожи на такое, как сказать, вспененное вещество, особенно если вы белые грибы вспомните, да, как оно выглядит. Пластинчатые грибы, но тут все проще. Они состоят, обратная сторона шляпки состоит из пластинок. В этих, собственно, пластинках, в этих трубочках у нас образуются споры, которые, собственно, потом упадают у нас на землю. Какими-то клетками, какими-то частями плодового тела у нас растения, растения, простите, пожалуйста, что же у меня все в растения, Татьяна? Наш гриб размножаться не может. То есть у нас размножение идет только с помощью мицелия, только с помощью грибницы. То есть даже если у нас какая-то часть там шляпки или ножки куда-то попадет, куда-то мы выкинем, у нас не будет происходить размножение, только если у нас именно в шляпке гриба не содержатся созревшие споры, которые могут высыпаться и, соответственно, попасть в какую-то питательную среду, в какую-то благоприятные какие-то условия. Значит, у нас особенность шляпочных грибов в чем? Что тело именно шляпочных грибов могут у нас накапливать всевозможные ядовитые вещества, которые впоследствии могут при употреблении в пищу переходить в человеческое тело, то есть могут быть причиной отравления. Значит, здесь мы с вами можем увидеть грибы, так называемые съедобные и ложные, вот опята, да, съедобные опята и ложные опята. Одно время, опять-таки, в советское, там, какое-то постсоветское время существовала такая легенда, что если вы видите незнакомый вам гриб, то его нужно понюхать и его нужно лизнуть. Может быть, вы слышали такую теорию, что съедобные грибы будут приятно пахнуть и будут приятны на вкус, а ядовитые грибы будут горькие и будут пахнуть неприятно. На самом деле, все это ерунда, потому что и ядовитые грибы могут очень приятно пахнуть, и никто бы не стал травиться грибами, если бы они были горькими. Ну, то есть, на самом деле, у нас достаточно большой процент отравления грибами, в том числе с летальным исходом, именно в грибной период. То есть, если вы видите незнакомый вами гриб, вам гриб, мы проходим мимо. И плюс еще грибы у нас имеют такую очень неприятную... Грибы у нас имеют такую очень неприятную особенность, это они впитывают все... Они впитывают все какие-то ядовитые вещества из субстрата, из окружающей... Хорошо. Спасибо. Из окружающей... Да, из окружающей там среды. То есть, есть грибы, например, лисички. Они погибают от концентрации, какой-то концентрации загрязняющих веществ в почве, поэтому лисички считаются... Да, сейчас иду, да. И, простите, пожалуйста, ребят, например, лисички, они являются индикаторами загрязнения окружающей среды, потому что они уходят в первую очередь оттуда, где у нас много загрязняющих веществ. Вот. Если мы будем говорить с вами про такие грибы, там, как опята, если мы будем говорить с вами про такие грибы, особенно как матрешки, по-другому их называют еще у нас свинушками. Это, в принципе, гриб ядовитый, но при термической обработке яд в этих грибах у нас разрушается, в связи с чем именно эти свинушки у нас очень часто употребляются в пищу. Произрастают у нас в основном в нашей полосе, то есть где-нибудь на Урале этих грибов просто нету, там таких грибов даже не видели. У нас собирают, едят, но главное – правильная термическая обработка. И поэтому какие-то вот грибы, да, например, опята, если вы видите опята где-то, или там, не опята, давайте, сыроежки, если вы видите сыроежки в городской черте, где-то рядом с автобусной остановкой, с трассой, в парке, есть их ни в коем случае нельзя. Почему? Потому что в их плодовом теле содержится огромное количество загрязняющих веществ, тяжелых металлов и так далее, которые, попадая в тело человека, будут вызывать отравление. Но это так, простите, это лирическое отступление к экологии. Вот. Есть ядовитые грибы, которые, против которых у нас нету противоядия, грубо говоря, и которым, яд которых не убивает ни термическая обработка, ни алкоголь, потому что одно время тоже считалось, тоже в советское, постсоветское время считалось, что, если ты не знаешь, что это за грибы, их надо хорошо сварить, прожарить, и желательно употребить с каким-то процентом спирта. Ну, да, простите, не учебная, тогда у нас такая тема, но все-таки на самом деле большинство ядовитых грибов не помогает у нас ни термическая обработка, ни какое-то употребление каких-то еще продуктов. Почему? Например, мы берем с вами бледную поганку, от бледной поганки стопроцентный летальный исход. Большинство проблем, именно связанных с отравлением грибами, именно данные гриб, да, когда попадается, ну, по растерянности человек просто ее не опознает, срезает, хотя она очень, прямо она такая страшненькая, действительно беленькая, она прямо сама за себя говорит, что ее трогать нельзя. То же самое, у нас огромное количество всевозможных мухоморов, есть мухоморы без белых точек, их не опознают, также употребляют в пищу, и также у нас происходит отравление. Поэтому первое правило любого грибника, пошел в лес, не знаешь, что за гриб, не трогай. То есть лучше не сбивать, не топтать, как я детям всегда рассказываю, например, у нас мухоморами лечатся животные, если вы знаете, что мухоморы поедают лоси, когда они себя плохо чувствуют, то есть это такая лесная аптечка для животных, поэтому их тоже у нас сшибать, стоптать нельзя. Ну и определенные грибы у нас, плесневые, да, у нас работают над человеком. Например, да, в 1928 году у нас было обнаружено, что Александром Флемингом было обнаружено, что пеницил, да, или пенициллин, как по-другому, он подавляет развитие других вредонозных плесневых грибов, да, других это бактерий. Например, стафилококки, да, они отмирали и подавляли их рост именно присутствие пенициллина. Ну и соответственно данное открытие у нас привело к изобретению первых антибиотиков, которые спасли очень множество жизней и которые благодаря которым у нас большой скачок в развитии медицины произошел. Пеницил у нас встречается в большинстве субстратах, в почвах, на растениях, да, на пищевых продуктах, ну и достаточно широко распространен, как я уже сказала, и используется до сих пор в медицине. То есть пенициллин у нас до сих пор используется в виде антибиотиков. Но даже если у вас пищевые продукты с пенициллином попадаются на глаза, есть его ни в коем случае нельзя, не надо. Одно время тоже считалось, что человеку полезно употреблять пенициллин в пищу, да, это же все-таки антибиотики. Вы никогда не знаете, что именно заплесневый гриб находится перед вами без определенного опыта, без определенных исследований. Поэтому если перед нами какие-то пищевые продукты с плесенью, их в пищу мы не употребляем.